Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа новости. Здравствуйте. 24 июня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмумали Рахмон, направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Путину, в которой говорится. Уважаемый Владимир Владимирович, мы в Таджикистане с чувством глубокой печали восприняли трагическое известие о жестоком террористическом нападении в городах Махачкале и Дербенте, повлекшем за собой гибель и ранение сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан Российской Федерации. Таджикистан более 30 лет, воюющий со всеми проявлениями терроризма, решительно осуждает этот бесчеловечный акт насилия в Дагестане и выступает за активное сотрудничество и в борьбе с терроризмом, как на двусторонней основе, так и в рамках международных и региональных структур, членами которых являются Таджикистан и Российская Федерация. В этот скорбный час выражаю вам, родным и близким погибших и всему народу дружественной России, наши глубокие соболезнования и искренние слова поддержки. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. К другим темам. День национального единства, который в нашей независимой стране ежегодно отмечается 27 июня, с чувством благодарности за прочный мир и стабильность, для граждан Таджикистана является одной из важных исторических дат. Этот праздник – великое историческое достижение жителей страны. Он превратился в символ единства и сплоченности славного таджикского народа. Наряду с такими ценными понятиями, как независимость, свобода, родина и народ, национальное единство стало неотъемлемой частью миротворческой и толерантной мудрости таджикского народа, путеводителям общества на пути к созиданию и благоустройству. Таджикистан вступил в этап устойчивого развития. Планомерно развиваются все сферы – энергетика, промышленность, сельское хозяйство, наука, образование, культура, здравоохранение, дорожное строительство, коммуникация и другие сферы. Все это – результат мира стабильности, национального единства, плоды самоотверженного труда патриотично настроенного народа Таджикистана – предмет гордости каждого гражданина страны. Национальное единство, достигнутое путем неимоверных усилий, заложило прочную основу для развития внутренней и внешней политики, дальнейшего продвижения страны и обеспечения безопасности государства и общества. Противоречия современного мира, появление опасных идей, усиление идеологических столкновений, информационные противоборства и другие угрозы, которые несет с собой глобализация, побуждают нас к тому, чтобы мы еще больше укрепляли священную идею национального единства во имя счастья народа и развития государства. Сегодня в Душанбе стартовала международная конференция Таджикистан-Китай «Состояние и перспективы всеобъемлющего стратегического партнерства в новом периоде». Целью конференции является оценка состояния двусторонних и многосторонних отношений между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой, «Перспектив сотрудничества в сферах экономики, торговли, экономики, энергетики, транспорта, а также путей и средств расширения всестороннего стратегического партнерства двух стран». Тему продолжит Зумрат Файзива. В Душанбе начала свою работу международная конференция Таджикистан-Китай «Состояние и перспективы всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе» с участием представителей министерств и государственных ведомств, руководителей и ведущих экспертов таджикско-китайских научно-аналитических центров. Конференция проводится по инициативе Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан и направлена на оценку состояния двусторонних и многосторонних отношений между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой. Перспектив сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетики, транспорта, путей и средств расширения всестороннего стратегического партнерства двух стран. На конференции рассматриваются вопросы развития политического сотрудничества и взаимного доверия между Таджикистаном и Китаем, состояние двустороннего сотрудничества и перспективы всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе состояния перспективы сотрудничества в региональном и международном форматах. За последние 10 лет таджицко-китайское сотрудничество развивается весьма динамично, во многом благодаря очень тесным и частым контактам между лидерами двух соседних государств. Достаточно отметить, что в течение этих 10 лет состоялось 16 личных встреч, ну а председатель Китайской Народной Республики Си Цзепин в третий раз прилетает в Таджикистан. И наш уважаемый президент, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эммали Рахмон, несколько раз за это время и с государственным, и с официальным визитом, и на международных площадках они встречались, побывал в Китае, в других государствах, где были очень тесные контакты. Эти контакты дают уникальную возможность придать новый динамизм и импульс двусторонним отношениям. Именно поэтому за эти 10 лет мы наблюдаем рост нашего товарооборота практически в два раза, ну и, безусловно, укрепление нашей транспортной связанности. Один из очень важных моментов для нас – это борьба с новыми вызовами и угрозами, на которую приоритетное внимание уделяют главы двух государств. Потому что и для Китая, и для Таджикистана борьба с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков являются приоритетными темами. Нельзя развиваться динамично, нельзя решать социально-экономические проблемы без решения вопросов, с комплекса вопросов, связанных с безопасностью. Также на конференции предусмотрена презентация книг «Таджикистан-Китай. От исторической дружбы к стратегическому партнерству». И «Таджикистан-Китай. 30 лет плодотворного сотрудничества». Национальный костюм таджикских женщин – это не просто одежда, это культура и история народа, его традиции и образ жизни. Он как яркий индикатор национальной принадлежности помогает сохранить культурно-духовное наследие прошлого. В наше время необходимо сохранить национальную оригинальность и пропагандировать национальные ценности и возрождать традиции наших предков. Кроме того, национальная одежда очень красива и практична. В совокупности национальная одежда таджиков, проживающих в разных регионах страны, а также за ее пределами, является воплощением богатого культурного наследия наших предков. Национальный костюм служит символом истории, традиций и особенностей национального характера. Национальная одежда формировалась на протяжении веков и стала идеально приспособленной к образу жизни народа, учитывая род занятий и климатические особенности. Национальный костюм отражает колорит и поэзию народа. Национальная одежда считается культурным наследием нашего народа и на протяжении времени не потеряла своей красоты и изысканности. Женщины в истории Таджикистана всегда считались хорошими матерями и хранительницами культурного наследия и традиций таджикского народа. И в наше время представительницы прекрасного пола также выражают свою национальную идентичность посредством национального костюма. Покрой национальных платьев разнообразный, но удобный и не сковывающий движение. Ведь летом в нашем жарком климате очень важно носить одежду из легких тканей и простого свободного покроя. Незамысловатость кроя таджикские женщины замещают яркими цветными тканями и вышивкой. Национальная одежда очень практична и удобна в ношении, так как создается из натуральных тканей. Таджикские умельцы издревле делали вручную великое множество ярких тканей с причудливыми узорами. Но самыми любимыми во все времена у модниц, особенно на севере страны, были атлас и адрас. Удивительный способ переплетения шелковых нитей, объясняющий роскошный и дорогой вид атласа, изобрели более двух тысячелетий назад. Атлас считается национальной гордостью таджиков. В стране даже учрежден специальный праздник. 16 апреля отмечается День атласа. Таджикские девушки обожают чакан. В старину чакан, надетый на девушку, демонстрировал ее трудолюбие и хозяйственность. Ведь мастерицы сами вышивали себе платья. Современные модницы также очень любят надевать платье чакан, так как он идеально подчеркивает женскую красоту, самодостаточность и никогда не выходит из моды. Национальная таджикская одежда из атласа, адраса, бекасаба и других натуральных тканей, а также чакан, весьма к лицу женщинам, независимо от профессии и возраста. Отметим, что национальное искусство чакан, национальные традиции ткачества атласа и адраса внесены в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Надев платье в национальном стиле, таджичка не только чувствует себя привлекательной, но и проникается мудростью предков. Уважаемые телезрители, это были все главные новости, подготовленные к этому часу нашими коллегами. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.